Друзья, хорошего дня! Сегодня мы будем разбирать песню «Три желания» Виктории Стариковой на фортепиано. На самом деле я её услышала, когда мне моя ученица сказала, «Валь, я хочу играть эту песню на фортепиано, но я не могу найти нигде нот, аккордов нигде нет». И я такая подумала, что за песня такая интересная. Я зашла в интернет, послушала, и на самом деле она очень меня поразила своими каким-то таким, знаете, простотой и словами. Ну и плюс Виктория очень такая харизматичная девочка, и мне эта песня очень понравилась. Поэтому сегодня делюсь с вами, как же её играть, как играть мелодию, как играть аккорды. Сегодня мы с вами выучим три способа, как мы будем играть. Это аккорды, это бас, аккорд, и это арпеджиум. Это как бы таких три самых базовых начальных уровня аккомпаниатора, то есть когда вы хотите подыграть для себя и попробовать себя в роли импровизатора. У меня на канале есть ещё 14 способов, которые вы можете употреблять в своих аккомпанементах, то есть когда вы учите эту песню, можете перейти к тем 14 способам и какой-то один из способов взять для себя и уже двигаться дальше. Хорошо. Так, с чего мы начнём с вами? Начнём с самого простого способа и так постепенно будем двигаться к более сложным. Ещё такой момент о том, что я сижу сейчас, видите, довольно-таки близко к фортепиано. Мне не удалось аккуратно, красиво поставить камеру, потому что у меня окно засвечивает. И я буду играть довольно-таки близко, только на видео. Если вы обратите внимание, обычно пианисты сидят вот подальше, да, вот. Но я подумала, что как-то если я разговариваю с вами, то желательно мне смотреть в камеру. Поэтому только в этом видео я сяду поближе, а вы постарайтесь сидеть на комфортном расстоянии от фортепиано. Я думаю, если я запишу одно видео с такой близкой посадкой, моему пианистическому аппарату это не сильно навредит. Но если я буду записывать видео все вот так вот близко, то это будет не очень хорошо. Может быть камеру пододвинуть? Ну, вот это так максимум. Ладно, хорошо, давайте я вам сыграю эту песню, чтобы вы послушали, как она вообще звучит. Я буду применять смешанную технику, то есть я эти все три варианта, которые мы будем учить, я их немножко перемешаю, и вы так вот послушайте ее. Субтитры подогнал «Симон» Итак, я все наши три способа перемешала, чтобы вы были в курсе, что и как мы будем с вами учить. Сразу рассказываю. У нас в этой песне три основных аккорда, которые нам надо будет запомнить. Это аккорд от ноты ре, он называется ре минор. Дальше соль минор, соль минор вот такой вот, и ля мажор. Сразу хочу вам рассказать о том, что эта тональность немного понижена, чем в оригинале. То есть мы с вами играем песню от ноты ре, то есть тональности ре, потому что в ней меньше знаков, то есть в ней всего лишь один знак. В оригинале песню, которую она поет, она поет ее от ноты фа, то есть вот так вот. Но в этой тональности очень много бемолей, то есть там прямо уже целых четыре бемоля. Си, ми, ля, ре. И для того, чтобы не мучиться с этими бемолями, я поменяла тональность. Ничего особо не изменилось, кроме того, что песня стала чуть-чуть ниже петься. То есть если мы были, если мы пели вот так, то сейчас мы будем петь так. То есть я хочу вас акцентировать на этом, чтобы вы просто имели в виду, что если вы включите оригинальную песню, она будет петься как-то чуть повыше. Так. Значит, возвращаемся к нашим аккордам. Ре минор, соль минор и ля мажор. Такой момент. Вы можете эти аккорды играть в любой октаве. То есть вы можете ля сыграть здесь, можете сыграть здесь, можете сыграть здесь. Вы должны единственное опираться на то, как вам комфортнее слушается. Тут уже будет такой момент, как вам, где он больше нравится. Тут или тут, или тут. Уже ловите своим ухом и в зависимости от этого играйте в той октаве, где удобно, приятно и комфортно. Мы же все-таки импровизируем, поэтому часть вашего творчества должна быть привнесена. Значит так, есть маленький вопрос к аккорду ля мажор. Ля мажор. Этот аккорд немножко такой трансформированный и к нему добавлена еще одна нота. То есть этот аккорд называется ля мажорный септ-аккорд и он обозначается А7. Вот он играется вот таким вот моментом. Но что мы будем с вами делать? Мы будем этот аккорд немножко разбивать. Мы можем выбрать любые три ноты отсюда и их играть. Либо так, либо так, либо так, ну, либо все вместе. Но все вместе они как-то звучат очень-то прям кулаком. Вы можете пробовать. А можете просто вот эту вот четвертую ноту убрать и играть три ноты вместе. Это просто я вам говорю про этот септ-аккорд. Если вы уже не новичок и хотите что-то интересное добавить, либо когда вы уже выучите эту всю песню, захотите как-то ее разнообразить, можете вот эту вот нотку четвертую добавить. Ну что, давайте попробуем. Первым способом мы будем нажимать аккорд. Просто аккорд. И последовательность у нас такая. Ре, ля, ре. Попробуем. А что по мелодии? Давайте я вам сейчас сыграю мелодию. Это у нас первая фраза. Попробуем соединить две руки вместе. Начинает левая рука, как бы дает пульсацию, а правая чуть-чуть как будто бы отстает. Вот такой вот момент интересный. Можете ставить на паузу, повторять, если вам это требуется. Итак, посмотрим дальше аккорды. Следующий аккорд соль. И ре. Пробуем. Так, мы сновились. И дальше. И вот эти вот аккорды соль, ре, ля, ре повторятся еще второй раз. Хорошо. Давайте соединим две руки вместе. Да почему я постоянно говорю это слово хорошо? Это какое-то мое слово паразит. Вот давайте так. Я вам обещаю, что больше никаких слов паразитов. Идем дальше. И повторяем. И повторяем. Еще тут такой был момент о том, что мы видели, да, как будто бы правая рука наскакивает на левую руку, и когда левая рука держит вот эту вот верхнюю ноту, правая как будто бы пытается забрать. Вы можете уступить правой руке и быстренько поднять и нажать правой рукой, либо этот аккорд отнести вниз и его играть внизу, и тогда оно будет все комфортно. Единственное, что, почему я не переношу, это мое личное ощущение, о том, что внизу он слишком мрачно как-то, ну, не нравится мне эта окраска, поэтому я жертвую тем, что у нас маленький нахлест вот такой получается. Я лучше сделаю нахлест, чем у меня будет медведь сидеть в левой руке. Итак, это был первый способ. Второй способ. Мы берем аккорд. В каждом аккорде есть бас. Бас это нижняя нота в аккорде. То есть, нота ре это будет бас. Аккорд. Вот этот вот нота ми будет бас. Аккорд, нотка бас. Аккорд, нотка бас. И давайте делаем такое маленькое упражнение. Мы играем бас и нотки дальше следующие. Отдельно бас и аккорд. Просто пройдемся по всей гамме. а потом этот бас добавим ему октаву. Октава это интервал, состоящий из семи ступеней. То есть, как бы, если мы считаем от ноты раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восьмая нотка дублируется. То есть, до и до. И мы играем то же самое. После того, как вы сделали вот это вот упражнение, играем три вот этих наших аккорда. Ре, соль, ля. Поиграйте несколько раз, так, чтобы они у вас прям хорошо запомнились, чтобы они были так уже прям как автоматически. Если вам удастся поработать и поиграть их так, чтобы не смотреть на левую руку, будет супер. Что пробуем соединить? Там, мне кажется, другой ритм, да? Да. Там немножко тот переход. Какие там слова? Ну, закрыв глаза, да? Или что это такое? Надо будет слова посмотреть, так будет легче. Итак, играю в еще более медленном темпе. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой способ. Играла медленно. Смотрите, как вы попробуете поучить. Поучите отдельно всю песню целиком первым способом, всю песню целиком вторым способом и всю песню целиком третьим способом. Возможно, вам будет казаться, что это уныло, это скучно, но когда вы в достаточной степени овладеете первым способом, вторым и третьим и еще посмотрите мое видео с 14 другими способами, возьмете там оттуда еще, может быть, какие-нибудь два способа или один способ, то потом вы сядете и вы будете миксовать эти все способы. Знаете, как диджей, прям такой тэн-тэр-тэн-тэн-тэн-тэн. Поэтому работайте, смотрите вот эти вот все способы и потом уже, когда они будут у вас в пальцах, вы возьмете и будете их там. Тут первый, тут второй, тут третий. Смотрим третий способ. Третий способ это арпеджио. Арпеджио это игра аккорда, игра нот аккорда по очереди. То есть вот у нас аккорд, а мы будем делать так. Ля. На самом деле видов арпеджио целая куча. Можно сыграть так. Можно сыграть так. Можно сыграть так. Можно сыграть так. Но мы возьмем с вами один способ. Мы играем все вверх, три нотки вверх. Раз, два, три. И одно возвращаемся вниз. Фа. И как это у нас будет звучать? Субтитры создавал DimaTorzok хотя интересный способ тоже. Если сыграть в быстром темпе, тоже красиво будет. Вот. Значит, что вы делаете? Работайте над этим третьим способом. Смотрите, чтобы все было красиво. Единственное, здесь немножко мелодия. Она такая, знаете, с синкопой. Та-ра-та-па-пам-па-ра. То есть, она не совсем ровная. Но это моя прелесть. Я думаю, если у вас хороший слух, я думаю, что оно так и есть, вы попробуйте хотя бы приблизительно словить вот этот вот ритм. Если вам сложно, открывайте слова. Вот почему-то я не додумалась поставить слова. Словами будет намного проще. То есть, вы будете видеть слова и вам вы будете как бы пропевать их у себя в голове и играть тот ритм, который в словах. Значит, так. Это я сказала. Это я сказала. Значит, вот наш разбор прекрасной песни «Три желания». Пишите в комментариях, какую песню хотели бы еще услышать. Если вы хотите прям более так серьезно заняться вот этим вот аккомпанементом, подбором и научиться читать ноты, как вы читаете любой текст, приходите ко мне на занятия и мы будем с вами это делать и с вами учиться. Поэтому до встречи. Кстати, у меня есть еще телеграм с нотами, с бесплатными нотами для начинающих. Если вам интересны ноты и вы уже умеете чуть-чуть разбираться, как это все делается, заглядывайте ко мне в телеграм. Буду рада вас там видеть. Еще у меня есть инстаграм. Ну, и все прилагающееся. Все. До встречи.